Местом встречи велолюбителей по ироничной случайности стала заправка. Здесь участники «Бривета» собрались не только для регистрации, но и для знакомства друг с другом, а главное – для технической проверки своего железного друга перед стартом. Открытие велосезона у многих участников произошло немного раньше, но заезды на такие дистанции никто не устраивал, а потому каждый велосипедист с волнением ждал старта, чтобы проверить свои силы. Для меня велоспорт – это одно из моих самых любимых хобби. Мне просто нравится крутить педали, видеть новые виды, открывать новые места. В прошлом сезоне проехал 1000 за неделю, сейчас надо будет проехать 200. Будет нелегко, я в этом уверен, но мы сделаем это. С таким же позитивным настроем и уверенностью преодоления дистанции и другие участники. Михаил ранее пробовал свои силы только на расстоянии в 120-150 километров. Но, как отмечает юноша, этот «Бривет» его не пугает, а наоборот, после его прохождения станет отличной мотивацией к преодолению новых вершин. Старт, такой начальный марс-блашок на начале этого велосезона – это для меня открытие сезона, так же, как и для моих товарищей. И это, наверное, даже третья выездка с начала этого года. Будет, конечно, тяжело, но мы все прекрасно понимаем, когда мы проедем эту дистанцию, то уже будет облегчение. И это будет еще мотивация проезжать в этом сезоне дистанции еще побольше. У нас с моими товарищами есть цель на этот велосезон, она очень безумная – поехать в Минск, Брест на велосипедах за 18 часов. На прохождении дистанции в 200 километров у участников было порядка 12 часов. Каждый мог ехать в комфортном для себя темпе, соблюдая правила дорожного движения. Стартуем мы отсюда – это Брест. Далее ребята едут на точке, это будет высокая, это будет точка в Кобрине. Там ребята могут остановиться, перекусить, немножечко отдохнуть. То есть главное требование, чтобы более-менее все укладывались во время. То есть все едут в своем темпе, можно не спеша, если кто-то хочет быстрее, может быстрее. На точках можно остановиться, сделать какие-то фотографии как для себя, так и организаторам потом сбросят о том, какие точки они прошли. Принимая участие в таких мероприятиях, важно помнить, что привет – это не велогонка. Победитель – каждый, кто завершил 100 длинное расстояние, ведь главная цель – преодоление приветов в победе над собой.